Инструктировать – вот задачи людей в оранжевых жилетках, которые ходят на стоянках возле паркоматов. В их обязанности входит лишь разъяснение и помощь водителям в оплате за парковку через специальные аппараты. Но, как видно на видео, до паркомата деньги не доходят, а седают в карманах парковщиков и их боссов. При виде нашей видеокамеры парковщики-инструкторы начинают активно носить деньги к паркоматам, поэтому в нашем сюжете мы будем использовать любительское видео, отснятое ранее. На протяжении нескольких часов мы с общественниками наблюдали за работой парковщиков. Из-за отсутствия то ли желания, то ли умения платить через паркоматы водители сами вручают парковщику деньги. Парковщик подходит к автомобилю, берет деньги, ложит их себе в карман, не подходя к паркомату. Так происходит в течение двух-трех часов. Мы решили обратиться к парковщику, кто ему дал такие указания, или это его личная инициатива. Либо он обманывает город, ворует у каждого из граждан, либо он по чьей-то указивке работает. Люди в оранжевых жилетках утверждают – все деньги они доносят к паркомату. Правда, чеки оставляют себе, а не прикладывают к лобовому стеклу припарковавшихся автомобилей. Мы же не можем сразу, а мы 4-5 машин, вот я 5 машин сразу встал, я раз, чек пробил, вот он, на 20 гривен. А с утра по 5, вот и 7 часов, 8 часов. То есть вы сегодня с утра, ну как я вижу, заработали в районе 40 гривен. Да, где-то так, 45-60. Но когда мы с вами рассчитывались, у вас было там больше 100, вы доставали, у вас была такая пачка, то есть то ваши личные деньги, правильно? Я так понимаю. Пожалуйста, вот. Не, я не буду вас в карманах, я не буду в карманах, я не буду в милиционер. Нет, мои личные деньги я беру с собой всегда 200-300 гривен. Паркоматы в районе железнодорожного вокзала установлены два года назад. Ожидалось, что парковщики станут инструкторами, контролерами, а средства с аппаратов будут наполнять местный бюджет. Но, похоже, ожидания не оправдались. Изменить ситуацию могут водители, оплачивая за парковку самостоятельно, через паркоматы. И для этого не нужна помощь инструктора. Сделать это очень просто. Выбираем подчасовая плата, вводим номер авто, а затем вносим средства с расчетом 5 гривен в час. И таким образом деньги поступают сразу в городской бюджет, а не в карманы парковщиков.